Сардан Владимирович, давайте начнем с вас. Ну вот вы чуть больше года назад победили. Пошли против, ну в некотором смысле, уже временно исполняющего обязанности главы тогда. Удалось ли вам сработаться? Удается ли вам действительно эффективно работать, будучи выборным главой, независимым в областном центре, в республиканском центре, прошу прощения. Какие здесь плюсы и минусы, и что вас ограничивает? Ну действительно, я бы не сказала, наверное, даже, что я выиграла выборы или победила, а скорее всего это абсолютно четкое и недвусмысленное валие заявление жителей города. Якутска. Это их результат, и это их решение. И почему я так говорю? Потому что я принципиально считаю, что я на выборы шла с этим же лозунгом, что все решает человек. Все решает человек, и сейчас я в Инстаграме постоянно ставлю этот хэштег «Все решает человек». Потому что я считаю, что мы сами ответственны за свою судьбу, и каждый житель города Якутска должен принимать непосредственное участие в том, как мы обустраиваем свою жизнь, какие решения мы принимаем. И более того, я изначально всегда говорила, и сейчас повторяю, что я считаю горожан моими работодателями, которые сами, проведя конкурс, коими являются выборы, например, из нескольких кандидатов выбрали меня, заключили со мной трудовой контракт на 5 лет, и я, собственно говоря, им подотчетна. Вот в этом, я думаю, что все-таки большая разница между главами, которые приходят в результате прямых выборов, и между сети-менеджерами, которых избирают в результате конкурса, там, предположим, представительный орган или какая-то комиссия, которая создается. Потому что здесь самое главное что? И тот, и другой способ, безусловно, они легальны. Легальны они, законны, это нормально, это прописано и в законах, в уставах и так далее. Но когда мы говорим о легитимности, то здесь как бы немножко разные понятия. То есть легитимность – это абсолютно то, что горожане согласны, что вот этот представитель власти от их имени будут принимать какие-то решения, они его уполномачивают, это прямые выборы. Когда мы говорим о сети-менеджерах, то это, безусловно, легальный приход к власти, но вместе с тем легитимность на начальном этапе, присутствует она или нет, ну, как бы это уже другой разговор. Скорее, на начальном этапе нет. Вот, и мы говорим об ответственности. То есть поддержки людей нет, и это ограничение? Изначально нет. Изначально? Изначально нет, потому что выбирает некая комиссия или представительный орган. Это не прямые выборы. Но затем, опять же, ну, не исключается возможность, что какой-то выдающийся сети-менеджер может, конечно, достигнуть и показателей определенной легитимности. Может. Это не исключается. Но вместе с тем, смотрите, я знаю, что я несу прямую ответственность перед моими избирателями, перед моими работодателями, жителями города Якутска. Тогда как выборный сети-менеджер в первую очередь подотчетен тому представительному органу, который его избрал, и, соответственно, кто его рекомендовал, и так далее, и так далее, партийная принадлежность и разные такие вещи. И то правило, о котором мы с вами говорили чуть ранее, да, вассал моего, вассал, а не мой вассал, да? То есть господин моего господина в данном случае не мой господин. И поэтому в данном случае мы, когда говорим о конечном источнике власти, а мы говорим, что единственным источником власти в Российской Федерации в соответствии с Конституцией является ее многонациональный народ, то в данном случае сети-менеджер непосредственно, значит, жителю той или иной территории, он не подотчетен моральной ответственности, как бы такая она, планка такая. Зависит опять же от человека. Если попадется очень приличный сети-менеджер, который добьется определенного уровня легитимности своими действиями, значит, будет понимать, значит, за чей счет он, собственно говоря, получает зарплату и живет и действует, ну, это как бы другой разговор. Но я бы хотела сказать, что вот вы задали вопрос о том, как мне работают сейчас, какие взаимоотношения с главой субъекта. Вы будете удивлены, хорошие взаимоотношения. Хорошие взаимоотношения. И в данном случае, конечно же, это больше заслуга главы субъекта, показатель его опыта, его интеллекта и его уверенности в себе. Потому что сильная власть не должна бояться. Сильная власть может идти на компромиссы, может идти на диалог, потому что в конечном результате, впрочем, как и глава муниципалитета, мы с главой региона преследуем одни и те же цели, по большому счету. И поэтому здесь, конечно, и, собственно, на волне успеха выборов и так далее, и главе муниципалитета, конечно, не стоит забываться, потому что большинство муниципалитетов дотационные, к якутску это не относится, но тем не менее. Те субвенции, которые есть, те, которые, значит, в межбюджетном трансферном поступают из разных бюджетов, мы должны понимать, что есть понятие бюджетной зависимости в любом случае. Поэтому здесь, конечно, вопрос... Да. Дальше мы говорим о том, что вообще мы на сегодняшний день, когда мы говорим о прямых выборах, я понимаю, что мы говорим, возвращаясь опять к теме легитимности. И на сегодняшний день мы наблюдаем падение легитимности на всех уровнях власти. И падение легитимности местного самоуправления, мне кажется, наиболее критично для государства, поскольку в данном случае мы получаем колоссы на глиняных ногах. Потому что местное самоуправление, хотя оно как бы и не вписано в систему государственной власти, государственного управления, тем не менее в политической системе государства, оно является как бы базовой основой. И если у нас слабые муниципалитеты, и если у нас неэффективные муниципалитеты, то, соответственно, мы получаем риски и угрозу вообще для всего государственного строя нашего государства, если говорить так в целом. Мы говорим о том, что, опять же, сильный муниципалитет – это замечательная консолидирующая сила. Поскольку, когда мы чиним водопровод, когда мы занимаемся коммунальным хозяйством, когда мы закапываем ямы или ремонтируем дороги, мы с вами не коммунисты, не единороссы, не ЛДПР, мы с вами жители определенной территории, и решаем вместе общие вопросы абсолютно прикладного значения. Так? Вот. Дальше я хотела бы сказать, что много сейчас говорится о неэффективности муниципалитетов. К сожалению, это действительно так. Муниципалитет на сегодняшний день неэффективный, потому что у них нет должного уровня поддержки. И опять, может быть, я забегаю вперед о межбюджетных отношениях и так далее, но мы говорим о том, что, например, город Якутск. По факту 50% жилого фонда является ветхим и аварийным. Данность? Данность. Мы говорим о том, что мы имеем очень изношенную коммунальную инфраструктуру. Мы говорим о том, что мы имеем дефицит бюджета. И поэтому, как ни прискорбно, на сегодняшний день вот такой вот точкой является совершенно позорная штука, как мусорная реформа, например, которая по всей России довольно так вот сложно прокатилась. И вот для Якутска характерно очень большое количество, вот к стыду нашему общему, неблагоустроенного жилого фонда. И на сегодняшний день оригинальный оператор отказывается обслуживать неблагоустроенный жилой фонд. Аварийный жилой фонд, аварийный жилой фонд, значит, исключается из фонда капитального ремонта. Да, ну что это, в общем, на самом деле? И, соответственно, местная власть в этом смысле, она ничего сделать не может, и в глазах собственных жителей она становится неэффективной. Так, может быть, эти вопросы нужно передавать на уровень мэров, на уровне городов, как вы считаете? Вот, потому что получается как? У нас, вот, например, финансирование школ определяется на уровне субъекта. Значит, и мы должны понимать, что подушевое финансирование, крайне несправедливое, на севере на одного ребенка до 150 тысяч, в городе Якутске 74, чем ребенок в городе Якутске хуже. Но большую часть этих денег, которые направляются на сегодняшний день, съедается, значит, заработной платой, заработной платой и повышением заработной платы по майским указам. Собственно, я к чему это все говорю? Что в муниципалитетах, я не думаю, что это только в городе Якутске, полагаю, что везде, может быть, даже в городе Якутске лучше, чем в некоторых других муниципалитетах. У муниципалитетов сегодня не остается ни средств, ни ресурсов, ни инструментов для того, чтобы развивать территории. Сегодня речь идет о том, что мы выживаем, мы латаем дырки и, как Тришкин кафтан, перетаскиваем с одного на другое. И это печально. Поэтому отсюда напрашивается вывод, что делать. Я полагаю, что полномочия муниципалитетов должны быть расширены. Это во-первых. Во-вторых, муниципальная служба, она должна стать, но если не более привлекательной, то, так скажем, более уважаемой. Вот, будучи, значит, вот, главой города, я очень обеспокоена низкой заработной платой муниципальных служащих. Управление муниципального контроля, значит, агентство земельных отношений, департамент градостроительства и так далее, специалисты получают по 30 тысяч рублей. Это что? При этом они, значит, работают в контрактной системе, при этом они подписывают акты выполненных работ. Массив работы огромный. Мы посчитали, на одного муниципального служащего в городе Якутске приходится 1600 жителей. Для города Якутска эта нагрузка довольно серьезная. И мы говорим о том, что, кроме расширения полномочий, мы говорим о том, что, и мы с вами говорили уже об этом, что необходима все-таки подготовка кадров определенная. Но, опять же, вот, ну, жаль, что не присутствует вот один из руководителей лидеров России, как раз один из их финалистов у меня работает в окружной администрации заместителем. И надо сказать, что мы его привлекли к работе еще до того, как он стал финалистом лидеров России. И поэтому, конечно, радует, что мы, в принципе, понимаем, каким образом нужно подбирать кадры. Но, представляете, у заместителя главы города Якутска, у финалиста лидеров России на сегодняшний день зарплата 90 тысяч рублей. И он отвечает за градостроительную деятельность столицы такого субъекта, как Республика Саха и Кути. Я считаю, что это недостойно, это нехорошо и неправильно. И в этом смысле, и это касается тоже и прямых выборов, какие будут приходить кандидаты, кандидаты, на такую зарплату, на такой объем работы, на такую ответственность? — Царь Владимирович, ну вот мы как раз, исследуя то, как меняется корпус мэров, не опускаясь даже ниже, до заместителя, мы поняли, что за последние 10 лет, соответственно, сократилось количество мэров в крупных городах, которые имеют два и более высших образования, имеют ученую степень, сократилось количество тех, кто, соответственно, получил образование, например, в ключевых вузах страны. Или не выросло при этом количество тех, кто имеет профильное экономическое, менеджерское образование, а наоборот, выросло число тех, кто имеет юридическое образование и как-то чувствует, может быть, себя чуть уверенным перед правоохранительными органами. — Да, 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 правильные выводы делаете. Это связано с тем, что очень много надзора сейчас за деятельностью муниципалитетов, ну, никто не против, пожалуйста, смотрите, проверяйте, да? Но, тем не менее, конечно, я в иной день отписываю, значит, по пять предписаний, по нескольку представлений, запросы из Следственного комитета, запросы из МВД, из разных структур, да, обыски, выемки, изъятия, да, но это уже наша жизнь, понимаете? Мало кто может такой прессинг выдержать. И ваш доклад, ваш доклад, вот, знаете, можно подписаться под каждой строчкой. Я вам скажу даже больше. Я сижу перед вами, живая картинка вашего доклада. Потому что, когда я посмотрела, очень хорошо вы там посчитали, там, возраст, значит, избрания 48 лет, да, до 48 лет, да. Проживают, значит, выросли, живут в этом же городе, да. Образование такое, значит, такое. Ну, вы единственное, что написали, вот мы сейчас с вами смеялись, да, что по гендерному принципу я не совпадаю с вашим докладом, с выводами основными, но вы там сказали, что увеличивается количество, до 2%, по-моему, там, что вы такое посчитали. Поэтому, действительно, доклад очень полезный для анализа существующей ситуации. Сардан Владимирович, ну, вот я-то как раз к тому, что если с мэрами у нас так ситуация печально меняется... Как это? Если у вас в Моссовете такие проблемы, да, помните? Да, то со всеми остальными там муниципалами как быть. И все-таки, вот вы успешный пример мэра, который избравшись... Пока успешный, пока успешный, сработались и работаете. У вас там хороший бэкграунд, опыт, образование, вы разбираетесь в юридических вопросах, а вот избрали жителей не того. Вот оказалось, что человек неподготовлен, конфликтен, не способен вынести психологическую нагрузку. Как с этим быть? Во-первых, я думаю, что мы все вместе должны работать, чем я ежедневно занимаюсь в том же своем инстаграме, там, где у меня 127 тысяч подписчиков, да, повышать правовую культуру, значит, жителей, горожан в данном случае, правовую культуру, чтобы они понимали, что такое работа мэра, какие функции мэр должен, глава муниципального образования должен исполнять, для того, чтобы в последующем, когда они будут делать выбор, они подходили к этому серьезнее. Это с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что все-таки, я начала об этом говорить, видимо, мысль не продолжила, должна быть система подготовки кадров. Должна быть система подготовки кадров. Ну, простите за примитивное сравнение, да, но когда мы приходим в магазин, выбираем, например, себе какой-то продукт, ну, мясо, там, первой категории, там, высшей категории, там, вырезка, то, все, 5-10, и кандидаты тоже должны быть готовы. И тогда, с одной стороны, повышение правовой культуры, а с другой стороны, качественный состав кандидатов, они минимизируют те ошибки, о которых мы с вами говорим, когда может прийти случайный человек в результате прямых выборов. Это когда же надо готовить? То уже, если избрали, уже нужно работать? Вот, а с имеющимися тоже надо работать на плановой основе. Вот я, там, год с лишним работаю, но, как бы, есть у нас совет муниципальных образований, методические какие-то вот эти вещи есть, прослеживаются. Все-таки, я думаю, что вышестоящие органы все равно должны, конечно, заниматься повышением квалификации. Понятно. Ну, мы...